И мы продолжаем нашу конференцию, и я передаю слово следующему участнику с очень интересной темой доклада. Мы занимаемся нашей секцией, мы сегодня поднимаем вопросы развития и сохранения исторической памяти. А историческая память органично присуща человеку. Она с ним рождается, эта историческая память, потому что основана на его личном опыте, на его личном жизненном проживании. И в этой связи, конечно, мы понимаем, что документы — это очень хорошо. Но подпитку этому органическому явлению, феномену существования человека, исторической памяти, оказывают и все остальные чувства человека. И мы тысячу раз убеждались, что во время войны, во время конфликтов музы не молчат. Более того, искусство, музыка, слово формируют тот самый дух, который помогает победить. И поэтому вполне естественно, что в рамках проходящей конференции мы предоставляем слово Соловьёву Александру Владиславовичу, который разрешит мне перечислять не все его звания и титулы. Но я хочу подчеркнуть, что Александр Владиславович — президент Фонда развития творческих инициатив, художественный руководитель международного открытого фестиваля искусств «Дню Победы» посвящается. И у него очень интересная тема — музыка, память, война, легендарные песни Великой Победы в интерпретации музыкантов поколения 21 века. Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо за представление. Действительно, тема моего сообщения — музыка, память, война, легендарные песни Великой Победы в интерпретации музыкантов поколения 21 века непосредственно связана с проведением международного открытого фестиваля искусств «Дню Победы» посвящается, который проводится Московская государственная консерватория Менчайковского при поддержке Министерства культуры России, Департамента культуры Министерства обороны, Фонда памяти полководцев Победы, Фонда развития творческих инициатив уже с 2013 года. Идея создания такого проекта возникла из потребности осмыслить тему Великой Отечественной войны через существующие в самых различных жанрах произведения искусства — музыкальные, живописные, литературные, сценические. Наша цель — сохранение культурной памяти о великих страницах нашей истории, связанных с трагическим периодом Великой Отечественной войны. Приветствую наш фестиваль. В 2020 году министр культуры России Ольга Борисовна Любимова подчеркнула, что этот праздник — нерешимый символ единства нашего народа, связующий нить между поколениями, хранящими память о подвиге защитников Родины и всего мира от фашизма. Программа позволяет вновь соприкоснуться с великими произведениями литературы, музыки, театра, кино, продлить историческую память и воздать славу героям. Особо стоит отметить, что фестиваль вносит весомый вклад в дело патриотического воспитания молодежи, способствует формированию и чувству сопричастности к великой истории своей страны. Фестиваль представляет концептуально продуманную серию событий, включающих хоровые гола, в том числе детских и молодежных коллективов, выступления мэтров российской культуры, оркестров, литературно-музыкальной композиции и драматических сценарий. С 2015 года фестиваль вышел за пределы Москвы и имеет собственную региональную программу, объединяя многие регионы по старинным пространствам. Важной частью такой региональной программы стала музыкально-просветительский проект патриотической направленности вахта памяти Московской консерватории. Одна из задач проекта привлечь внимание зрителей и слушателей к нравственной составляющей военных событий. Ведь День Победы Великой Отечественной Войны больше, чем праздник. Это святая дата для каждого гражданина России. Это память, которая объединяет множество культур на постсоветском пространстве. Формируя специальные тематические программы компенсирует внимание публики на раскрытии и художественное осмысление коммуникационных событий и фестивальной войны. Она решается через выбор конкретных сочинений, входящих в фестивальные программы. Перечислю в хронологическом порядке по заголовке фестиваля, в которых содержится и тематическое направление программ. После боя сердце просит музыки в войне, хотят ли русские войны, 70-летие Великой Победы, у войны не женское лицо, мы вместе, бессмертный полк, в мире нет таких вершин, что взять нельзя, поклонимся Великим Тем Годам, Году Памяти и Славы, вставай, страна огромная. В программах фестиваля находят место все музыкальные жанры, песни, камерные ансамбли, хоровые миниатюры, кантаты, инструментальные концерты, симфонии, а также смешанные жанры, такие как концерт-спектакль, систематизирующие в пространстве концертного зала разные виды искусств. Опять же, повторюсь, музыку, театр, танец, мультимедийные технологии. Наш фестиваль был задуман как ежегодная акция, не приуроченная специально круглым датам, поскольку есть события в истории России, которые мы должны отдавать дань памяти вне зависимости от юбилейности, повелению сердца и совести. Важная константа фестиваля – участие во всех программах молодых артистов, детей, учащихся в музыкальной школе, среди специальных учебных заведений, студентов и аспирантов творческих вузов. Тема войны в последнее время пытается осмыслить то поколение, которое знают о ней лишь по книгам и фильмам. Это продиктовано потребностью в сопереживании и встревлении услышать эхо их голосов, пока не оборвалась последняя нить с реальными героями победы. За прошедшие годы в нашем фестивале также появились свои традиции, и мы считаем очень важным ежегодное участие в концертах фестиваля ансамбля песни и пляски имени Александрова, флагмана высокоармейской певческой культуры, сохраняющего удивительные традиции звучания коллектива. Фестиваль Дню Победы посвящается был отмечен специальным дипломом премии в области культуры и искусства Министерства обороны России в номинации культурно-просветительской проекта за 2016 год, а также премии в 2012 году. На протяжении всех лет фестиваль активно поддерживает фонд памяти полководцев Победы и личная дочь легендарного маршала Советского Союза Родиона Яковлевича Малиновского Наталья Родионовна Малиновская, всегда с особым трепетом и чуткостью дарящая нам свое всегда прозрительное и емкое слово от первого лица, а также представляющие архивные фотоматериалы, становящиеся кульминационной частью буклетов фестиваля. В 2014 году Наталья Родионовна стала инициатором проведения проекта «Любимые песни маршалов», на котором присутствовали потомки полководцев-победителей. Важно, что в проекте звучат песни, вызывающие необыкновенные душевные вибрации, у каждой из которых по авторскому замыслу Наталья Родионовна есть глубоко личная и интересная история. Так, песня «Эх дороги» стала особо памятной для семьи маршала Георгия Константиновича Жукова. В «Землянке» вызывала особые воспоминания у семьи маршала Сергея Семеновича Бирюзова. «Легендарная темная ночь» для маршала Ивана Христофоровича Баграмяна и маршала Леонида Александровича Говрова. «В лесу прифронтовом» для маршала Александра Михайловича Василевского. А песню «Враги сожгли родную хату» считаю лучшей из военных песен, самой печальной и самой правдивой маршал Родион Яковлевич Малиновский. Наша программа продолжалась более двух с половиной часов, и здесь можно было бы очень долго перечислять и песни, и те святые имена, которые также все указаны в книгах, в книге «Имена Победы». Это действительно такой труд, который чрезвычайно нужен для нас, для всех, и мы этой книгой пользуемся, и не просто пользуемся, а студенты, участники камерного хора постоянно являются и читателями и читателями этой книги, то, что у нас есть возможность вот так интерпретировать те песни, которые близки были нашим полководцам, я считаю, что это чрезвычайно важно. И особо хотел бы отметить, что все песни, которые были исполнены в этом проекте, были подготовлены специально по заказу хору. И эту традицию ввел основатель камерного хора Московской консерватории профессор Борис Григорьевич Тевлин. И вот я принес этот диск «Любимые песни маршалов», который был издан еще в 2000 году. И вот так вот мы продолжили вот эту традицию. Сейчас в эти лечения сделал аранжировщик, известный композитор Юрий Анатольевич Патиенко. А уже сейчас мы просим аранжировать наших молодых музыкантов, воспитанников Московской консерватории, чтобы их было слышание этой песен уже, скажем так, с ракурса 21 века. И они как-то иначе слышат эту песню и находят вот эти пронзительные интонации путем их полифонического слышания. Я хотел бы назвать имена вот молодых аранжировщиков. Это Алексей Левин, Ксения Кулакова, Алексей Степанов, Петр Фролов-Багреев и Нина Нижерадзе. И вот уже обработки этих авторов знали основой программы, прозвучавшей в 2021 году, инициатором которой также стала Наталья Родионовна Малиновская и предложила авторскую музыкально-драматическую программу «Песни. Память. Война», премьера которой состоялась 9 мая 2021 года. Наталья Родионовна к одному из последних буклетов такое написала приветствие, чуть-чуть процитирую. «С каждым годом все значимее и дороже становится для нас День Победы. Открываются все новые страницы истории, публикуются документы, но даже не это главное. Сегодня история войны уже не только дело архивистов и историков, но и наше всеобщее». Вспомню цитату Натальи Родионовны о Дне Победы 9 мая. «Это наша всенародная поминальная суббота, день человека, образующий памяти». Мы для сегодняшней конференции подготовили видеоролик о нашем фестивале, чтобы вы все почувствовали важность и масштабность нашего проекта, нашего фестиваля. И должен сказать, что на этой неделе также камерный хор Московской консерватории пригласили в зал воинской славы на Поклонной горе, где будет проводиться концерт к столетию одного из героев Победы Николая Петровича Пудова, который буквально несколько месяцев не дожил до своего столетия. И там также будут звучать фрагменты этой программы. Давайте, если возможно, сейчас вот этот ролик посмотрим. Хотят ли русские войны? Продолжение следует...